В этой цепи последовательно стоят лампа накаливания и конденсатор. Сейчас постоянное напряжение подано только на лампу, и она горит. Если подать это же постоянное напряжение на внешние клеммы, лампа не горит. Это понятно. Между обкладками конденсатора имеется изолирующая прокладка, и наша цепь по существу разомкнута. Однако, если подать на эту же цепочку переменное напряжение достаточно высокой частоты, лампа горит. Но ведь цепь в конденсаторе продолжает быть разомкнутой, в чем же тут дело? Когда мы подавали на цепочку постоянное напряжение, по ней протекал кратковременный электрический ток, конденсатор заряжался, и этим дело кончалось. А когда на эту же цепочку подается переменное напряжение, при каждой перемене знака с плюса на минус или с минуса на плюс конденсатор перезаряжается, и по цепи протекает переменный электрический ток, разогревающий нить накаливания лампы. Мы поняли, что конденсатор пропускает переменный электрический ток. Теперь посмотрим, как он это делает. Для этого мы подадим на конденсатор переменное напряжение с частотой 20 Гц и построим графики зависимости напряжения и тока от времени. Вот полученный график. Напряжение показано красным, а ток синим. Для удобства рассмотрения мы выделим один период колебаний. Напряжение на конденсаторе менялось по синусоиде. Заряд конденсатора пропорционален напряжению на нем, и график заряда будет иметь в точности такой же вид. Ток тоже меняется по синусоиде, но со сдвигом фазы. Так и должно быть, ведь ток – это скорость изменения заряда. В начале периода напряжение быстро растет от нуля, и ток максимален. Дальше рост напряжения замедляется, ток уменьшается, и в максимуме напряжения ток падает до нуля. Затем напряжение начинает уменьшаться, ток по цепи течет в обратную сторону и становится отрицательным. Напряжение падает все быстрее, и когда оно становится равным нулю, ток максимален по величине и отрицателен. На второй половине периода все происходит аналогичным образом. А теперь соединим последовательно конденсатор емкостью 100 микрофарад и резистор с сопротивлением 5,5 Ом. Подадим на входные клеммы переменное напряжение амплитудой 5,5 Вольт и посмотрим, как сила тока в цепи зависит от частоты входного напряжения. Когда частота равна 50 Гц, ток сдвинут по отношению к напряжению почти на 90 градусов, и его амплитуда гораздо меньше 1 А, потому что почти все входное напряжение падает на конденсаторе. Увеличим частоту до 500 Гц. Сдвиг фазы уменьшился, а ток в цепи увеличился. А теперь увеличим частоту входного напряжения до 5000 Гц. Амплитуда тока выросла практически до 1 А, а сдвиг фазы уменьшился до 0. Сейчас сила тока в цепи определяется только сопротивлением резистора, а конденсатор ведет себя при больших частотах так, как будто он замкнут накоротко. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин